МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ В эфире Гомель и это студия на Пушкина 8. Жизнь Гомеля и области в лицах и комментариях. Все самое интересное в ближайшие 40 минут, как на ладони. За плечами выдвижение кандидатов, предвыборные речи и целый месяц агитации. Только в Гомельской области организована работа более тысячи избирательных участков. Тема выпуска. Парламентские выборы 2016. Финишная прямая. Итак, мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей программы. Председатель Гомельской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 6-го созыва Николай Стош. АПЛОДИСМЕНТЫ Николай Николаевич, добрый день, рад видеть. АПЛОДИСМЕНТЫ Заместитель председателя Республиканского общественного объединения Беларусь, экс-депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шадько. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Викторович, спасибо, что приехали. Милости просим. АПЛОДИСМЕНТЫ Кандидат политических наук, заведующий кафедрой политологии и социологии Гомельского государственного университета имени Франциско Скорины Елена Абраменко. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена Генедовна, здравствуйте, рад видеть. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И первый секретарь Гомельского областного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Игорь Завалей. Игорь Владимирович, я вас не прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, парламентские выборы 2016 на финишной прямой. Александр Викторович, мой первый вопрос вам. Сейчас поймете, почему. Уже дважды вы были в роли кандидата в депутаты. А ведь согласитесь, несколько дней до выборов они ведь не только самые ответственные, но еще и самые волнительные. Да, вообще все дни волнительные. И все ответственные. И все ответственные. Да, последние несколько дней, это дни ожидания. Ты ходил на встречи, трудился, скажем, как ты себя представлял. И вот сам момент, когда ты получишь эти голоса, результаты, получишь ли ты тот необходимый минимум или максимум, тот результат. И, конечно, каждый из кандидатов желает, чтобы этот результат был очень высоким. Потому что тогда это как бы критерии твоей работы, критерии вообще твоих возможностей, способностей. Да и для самолюбия это тоже очень важный вопрос. Немного из вашей биографии. Учитель математики, заместитель директора средней школы, руководитель учреждений образования. Что тогда подтолкнуло вас идти на выборы? Ну, это 2004 год. Что подтолкнуло? Кто подтолкнул? Я думаю, что это решение было совместное. Это решение было и региональное, и, может быть, моя активная позиция, и определенный авторитет в районе. Я был директором Гомельской и Ренинской гимназии на Мобелице. Но я вам скажу, что не было такого жуткого-прежуткого желания куда-то убежать. Потому что это был как бы такой вот пик карьеры. Все стало получаться, все складывалось. Замечательный коллектив, хорошие результаты. В тот момент о том, что я многое смогу поменять именно в законодательной базе, касающейся образования, в первую очередь. Потому что уже тогда был членом совета директоров республиканского. И очень было много наказов, что нужно изменить, что нужно сделать. Кстати, это многое получилось в процессе подготовки кодекса образования. Он тоже достаточно долго шел, и моих там усилий тоже очень много. Николай Николаевич, какие новшества принесла выборная кампания 2016? Ну, новшества, их несколько. Первое, это активное участие в нынешней парламентской кампании политических партий. Второе новшество, это то, что принято решение о более открытом, прозрачном, значит, показе подсчета голосов избирателей. То есть решением Центральной комиссии установлено, что при подсчете голосов одна широкая сторона столов, на которых будут, значит, выкладываться эти бюллетени, значит, будет открыта. И если раньше в целом вокруг столов стояли члены участковой избирательной комиссии, то в настоящее время, значит, одна сторона будет полностью открыта для наблюдателей. И, соответственно, будет осуществляться, значит, ну, скажем, прямой контакт. Вот, соответственно, третье направление, это то, что все же больше внимания наши кандидаты стали уделять возможности собственного финансирования своих программ. Хотя отнюдь не все, далеко не все этим воспользовались. Николай Николаевич, все же, чтобы зрителям было более понятно, кто эти люди? Это руководители, представители партии, организации, может быть, безработные? Четыре у нас безработных, девять пенсионеров, одиннадцать женщин из шестидесятим семи человек сегодня. Десять представляет промышленность, транспорт, связь, отрасль народного хозяйства. Девять представляют образование, здравоохранение, культуру, десять государственные органы. И вообще, практически, значит, среди кандидатов в депутаты представлены в основном все представители от всех отраслей народного хозяйства. Игорь Владимирович, закон разрешает баллотироваться белорусам в депутаты, начиная с 21 года. Как считаете, у молодежи опыта хватит для такой гиперответственной работы? Ну, это вопрос такой философский, я могу на него ответить только с позиции, своей точки зрения. В свете того, что я очень часто встречаюсь с молодежью, за эти два года, грубо говоря, пообщался с тысячами молодых людей, я могу сказать, что, наверное, 21 год для того, чтобы быть политически грамотным, для того, чтобы прийти на выборы и высказать свою позицию, этого достаточно. Но для того, чтобы идти депутатом, на мой взгляд, это еще немного рано. И связано это, наверное, прежде всего с тем, что депутат должен иметь горячее сердце для того, чтобы понимать людей, с которыми он общается, и холодную голову, чтобы какие-то принимать судьбоносные решения. Но в свете того, что юноши в 21 год и девушки, они более такие ветреные, где-то у них максимализм играет, и им тяжело, наверное, принимать какие-то такие взвешенные решения. Поэтому, нет, ну я не исключаю, что есть и в 21 год люди, которые по своему таланту, да, могут дать фору человеку с богатым жизненным опытом. В любом случае, вы убеждены, что подрастающее поколение белорусского парламента, оно достойное? Да, безусловно, потому что, встречаясь опять же с молодежью, есть люди, которые, вот они сразу среди там вот сидит аудитория 100-150 человек. Два-три человека, они ярко выраженные лидеры, и они уже там возглавляют молодежные какие-то парламенты у себя в районах. То есть, а ему еще только 18-19 лет. Но все-таки 21 год, на мой взгляд, еще, наверное, рано. Александр Викторович, статистика в тему разговора. 110 кресел в овальном зале и 5 претендентов на одно место в 2016 году. О чем говорит такое количество кандидатов? О том, что в обществе активно идут процессы гражданственности. Как говорят, настроится гражданское общество. Оно, конечно, только, так сказать, в такой стадии формирования еще позиций своей. Но это очень хороший результат. И конкуренция достаточно высока. И вот, как говорил наш коллега, большое количество политических партий, общественных объединений, позиционирующих себя как политические и общественные объединения, принимает активное участие. Вот мы 86 кандидатов поддерживаем. Это члены нашего республиканского общественного объединения. То есть идет такое, в общем-то, активное политическое действие. Елена Геннадьевна, подключайтесь к разговору. Пять человек на место. Это много или мало? И все-таки с чем связываете такое количество кандидатов в этой выборной гонке? Дело в том, что у нас конституционно закреплено, что выдвинуться к кандидатам можно от общественной организации, трудового коллектива и от самостоятельной инициативы граждан. И я думаю, что это не показатель того, что у нас очень просто стать кандидатом. Но, с другой стороны, количество желающих пройти в палату представителей, это показатель растущего уровня политической культуры в обществе. Что тоже важно. Что тоже важно. И, в общем-то, люди стали более активны, более заинтересованы. Возможно, что у большинства кандидатов есть какие-то конструктивные предложения. Поэтому это хороший показатель для государства, когда люди заинтересованы в политической жизни. Нужно говорить и о нагрузке, которая ложится на плечи депутата. Какие основные задачи членов палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь стоит выделить? Дело в том, что все-таки депутаты палаты представителей – это прежде всего законодатели. То есть им необходимо учитывать как интересы государства в целом, так и интересы своих избирателей при принятии законов. Потому что, с одной стороны, они должны думать на будущее, потому что одна из задач депутатов – это формирование внутренней и внешней экономической политики государства. А с другой стороны, приезжая в свои округа, они слышат о проблемах своих избирателей. Поэтому им как-то необходимо увязывать государственные интересы с проблемами местными. Чего же больше в этой работе – законотворчество, либо работы на местах? Дело в том, что любой депутат должен совмещать законотворчество и работу на местах. Потому что, когда депутат не работает в своем избирательном округе, то, соответственно, избиратели просто ничего о нем не знают. И на вопросы социологов они отвечают, что мы не знаем своего депутата, он не приезжает, он не работает. Это вообще отдельная тема для разговора, еще к этому вернемся. Александр Викторович, в одном из интервью вы сказали, за кулисами депутаты стачивают зубы и наживают врагов. Продолжите мысль. Да, это действительно так. Большому сожалению, извините, дорогое и уважаемое телевидение, не всегда картинка, которая есть на экране, как ведут себя депутаты на заседаниях, она соответствует действительности. Ведь само заседание – это факт. Я за или против, либо, учтите мое мнение, это прилюдно. Законы готовятся по полтора, по два, по пять, по восемь лет. И если я руководитель группы по подготовке закона, я должен согласовать с институтами, с ведомствами, с министерствами. И в итоге, когда уже какая-то картинка вырисовывается, я еще должен согласовать с каждым из депутатов из 110. И не все они согласны с тем, что выйдет в итоге. Я их должен убедить, уговорить, либо учесть их мнение, где-то даже поругаться. Или я, допустим, выйду там, этой губернией, то есть губернаторы, которые подтверждают, либо не подтверждают, согласовывают, либо не согласовывают. С ними тоже надо какие-то отношения выстроить, и не всегда они получаются хороши. Поэтому в итоге депутат все равно оказывается между молотом и наковальней, он какой-то немножко такой, как бы, скандальный. Что вы от нас хотите, да? Мы хотим, чтобы были хорошо, потому что мы видим все там. Не вот не только тут, а и все там, как происходят процессы. Поэтому на рабочих группах, на заседаниях, вот, обкатка, и ругаются, и, как говорится, не дружат потом, и даже не здороваются. А уже на самом заседании в палате у нас нету там, как драк, как в украинском парламенте, или там в российском каких-то скандалов, оскорблений. Уже все выяснено, уже все точки расставлены, и мы знаем, кто, как отреагирует. Поэтому... Еще буквально коротко, Александр Викторович, за вашими плечами я уже говорил два депутатских срока. Что считаете основным своим достижением? Ну, естественно, работаю над кодексом. Я много работал в регионе, и мне нравилось работать в регионе. И многие вопросы, в том числе и с судами, в том числе и с бюджетными какими-то моментами для региона, для моего, которого я выдвигался. Я, конечно же, решал, мне доставляет удовольствие, я этим горжусь. Это у меня есть за плечами, мне есть сказать, что я не зря, так сказать, ел свой хлеб и просто отсиделся. Я ходил в коллективы, я не боялся того, что высказывают мне в коллективах свое недовольство там или еще какие-то... Это тоже мнение, и с этого мнения надо формировать... Это тоже работа. Это работа. Это непосредственная работа депутата. Ну и что, что тебе говорят плохо, и говорят твоя деятельность плохо. Возьми себе на заметку и постарайся каким-то образом это все подкорректировать. Ну и, конечно, вот тот опыт жизненный, депутатский, который я на сегодняшний день приобрел, и я им пользуюсь, это тоже, в общем-то, я считаю, и для моей деятельности в общественном объединении, это тоже достаточно важно. Ну, а гордиться есть чем, я не буду хвастаться. Стоит отметить, что параллельно с выборами депутатов Палаты представителей в стране проходит еще одна выборная кампания. Мы выбираем членов Совета Республики, Национального собрания Республики Беларусь. Николай Николаевич, вам слово. Значит, для того... Совет Республики представляет себе 64 депутата. Это Верхняя Палата парламента. Значит, 56 депутатов избирается непосредственно в областях и городе Минске, по 8 представителей от каждой области города Минска. 8 человек депутатов назначают президент своим указом. Значит, требования к депутату Совета Республики, он должен быть не моложе 30 лет и проживать на территории, на избираемой территории не менее 5 лет. Сколько претендентов от Гомельской области в этой выбранной гонке? В настоящее время, значит, выдвижение осуществлялось на заседаниях исполнительных комитетов и президиумом районных, областных советов, соответственно. И у нас выдвинуто 8 человек. И зарегистрировано центральной комиссией пока, значит, как кандидаты 8 человек. В ближайшее время, буквально сразу после проведения выборов депутатов Палаты представителей, будет проведено и, соответственно, выборы, проведены выборы депутатов в Совет Республики. И все же, каким должен быть народный избранник? Именно с таким вопросом на днях на улице областного центра вышла моя коллега Юлия Борисовец. Внимание на экран. Внушительно. Ну, не толстый, но. Аккуратненький. Это, во-первых, умный человек, независимо от пола. Возраст 50-55 лет, честный, красивый. Если он будет похож на нашего громыку, это будет самый идеальный депутат. Это мужчина, в первую очередь, почему-то, который занимает недолго руководящие должности. Мне кажется, не так важно будет это мужчина или женщина. Мне кажется, важнее то, что он будет делать для людей. Его какие-то моральные качества очень тоже важны. Он должен делать во благо своему народу все и помогать людям, наверное, больше. Чтобы не так, чтобы он просто летал, как-то в облаках, кто-то типа всех так сторонник, типа вы не со мной. То есть он должен быть для народа. Чтобы он заботился об интересах, наверное, избирателей. Ну, а интересы избирателей – это, наверное, хорошо жить, работать, зарабатывать. Серьезным должен быть, чтобы народ мог за ним пойти, слушать его. Чтобы он ставил какие-то цели перед собой, ну, перед народом, естественно. Очень добрый, целенаправленный. Такое с нимбом, вечно нищий, который будет служить только людям, а не своему карману, животу. Заботиться о народе должен. О своих выборщиках, вернее. Вот это прежде всего. В эфире Гомель, это студия на Пушкина-8, и мы продолжаем. Итак, уважаемые гости, это были мнения гомельчан. Ваши короткие комментарии, Игорь Владимирович. Ну, тут красной нитью везде проходило, наверное, что. В первую очередь депутат должен быть для народа, который его избрал на этот пост, и он должен как можно чаще с ним встречаться и слышать его. Это, наверное, самое главное. И не просто говорить, а принимать какие-то меры, чтобы помогать тем людям, которые к нему обратились за помощью. Николай Николаевич, столько мнений по поводу того, как должен выглядеть настоящий депутат. Как считаете, с чем это связано? Практически люди уже четко видят своих избранников. Я думаю, здесь вообще срез очень интересный. Значит, это наши избиратели, поэтому считаю, что каждая практически даже что-то с юмором сказано заслуживает свое внимание. Но, конечно же, депутат должен быть человек, который сможет соответствовать тому предназначению, то есть быть грамотным, квалифицированным, непосредственно, значит, работать в своем округе, решать нужды, так сказать, и запросы людей, проживающих избирательно на их территории. Но и в то же время самая главная задача, все же, это разработка и принятие таких законов, по которым наша страна будет двигаться вперед, развиваться динамично, эффективно и цивилизованно. Елена Геннадьевна, я так понимаю, судя по мнениям гомельчан, мужчинам, мужчинам с опытом работы, в том числе на госслужбе, население больше доверяет? Ну, дело в том, что это не секрет, что население доверяет крепким хозяйственникам, эффективным руководителям, которые доказали свою целеустремленность и работоспособность на местах, то есть люди, которые уже чего-то достигли в своей жизни. Поэтому, естественно, это важно для избирателей. Ну, вот смотря телесюжет, я вот вспомнила о таком факте, что когда проводились опросы, это было в Германии, о личности кандидатов, и выяснилось, что женщины, они все-таки больше обращают внимание не только на программы кандидатов, но и на их внешность. То есть для них немаловажно, приятен ли внешний человек, либо неприятен. Ну, вот вопросы на улицах нашего города, они подтвердили этот тезис. Мне подсказывают, есть мнение в тему разговора наших зрителей. Давайте выслушаем, пожалуйста. Андрей Савостин, в первую очередь кандидат должен быть образованным. Это должно быть высшее образование, он должен быть культурным, он должен быть честным. Он должен уметь слышать народ, который к нему обращается, и уметь его услышать. И, конечно же, это должен быть человек с жизненным опытом, который чего-то достиг и может своим примером показать, что делать. Столько задач, это ведь самое сложное. Как быть? Нужно к этому стремиться, поэтому народ и выбирает самого лучшего депутата, который подали заявки. АПЛОДИСМЕНТЫ Степова Татьяна Евгеньевна, учитель, классный руководитель 10 класса, председатель первичного объединения РО «Белая Русь» нашей школы, школа 66 города Гомеля. Готовя сегодняшнюю встречу, мы со своими учениками провели соцопрос в микрорайоне Волотова. И вот что у нас получилось. Задавался один-единственный вопрос, каким должен быть идеальный депутат. Итак, мнение учителей коллег. Это человек с огромным опытом, который понимает и знает проблемы жителей изнутри, который является для нас, учителей, примером, и который благодаря своему саморазвитию и самосовершенствованию уже многого достиг и имеет огромный потенциал для достижения в будущем. Ветеран войны Загорцева Вера Игнатьевна считает, что идеальный депутат должен уметь чувствовать чужую боль, заботиться о людях, обдумывать свои обещания. Топ-10 качеств идеального депутата, учащихся 10 класса. Итак, на первое место дети выдвигают честность и порядочность депутата, образованность, обладание необходимыми знаниями, опыт руководящей деятельности, современность, креативность и умение пользоваться компьютером, упорство, решительность принятия решений, работоспособность, умение ставить правильные цели, постоянное саморазвитие и движение вперед. Ну, к сожалению, 9 и 10 пункт, он последний, 9 и 10 пункт и последний, но, к счастью, что они есть вообще в этом рейтинге. Уважение, любовь к людям, доброта и милосердие. Спасибо. Уважаемая гостья, у меня вопрос к вам следующий. Многие зрители смотрят программу, и я понимаю, практически уверен в этом, задаются вопросом, почему мы многих кандидатов от выборной кампании к выборной кампании не знаем. Николай Николаевич. Дело в том, что даже вот здесь, когда я называл, что сегодня выдвижение было осуществлено по различным направлениям, то ряд людей пришли кандидатами или были приведены своими партиями, и они, значит, практически очень мало общались с людьми, они были выдвинуты на съездах партии, и, конечно же, те люди, которые сегодня шли путем сбора подписи или выдвигались от трудовых коллективов, конечно, они более, значит, здесь люди с ними встречались, и люди о них знали. Об этом сегодня свидетельствует и то, что вот эти отдельные кандидаты в депутаты, они даже отказались выступать на бесплатном телеэфире и радио. Но все-таки имидж кандидата, а впоследствии имидж депутата, зависит в большей степени от усилий его самого. И вот действительно, Николай Николаевич правильно говорит, факт остается фактом. Некоторые из кандидатов в депутаты отказались от бесплатного времени и в телеэфире, и от бесплатных выступлений в печатных СМИ. Неужели избранникам будущим нечего сказать своим избирателям? Наверное, действительно нечего сказать. Мне кажется, что не все до конца понимают, что это тоже часть работы. Твой имидж – это твои успехи на выборной гонке. Но мы меняемся. И уже на сегодняшний день люди думают. Думают даже о том, как написать программу. Что, может быть, программа не самая главная, а самое главное, вот молодые люди говорили, это дела, которые предшествовали этому, это внешность, это умение говорить, это умение соболезновать, сочувствовать, это принимать участие в каких-то значимых социальных проектах. Много про телевидение, про печатные издания говорилось, но Союз молодежи – одно из наших направлений – это работа в сети интернет. И, к сожалению, констатирую факт, что активность избирателей в сети интернет крайне низкая. И это очень сильно удивляет, ведь в возрасте по законодательству у нас можно голосовать с 18 лет, и основной твой электорат, да, то есть сейчас возраст в интернете не с 18 до 20, а уже выросло то поколение, которое 35-летние уже в интернете, живут даже, 40-летние, и отсутствие там какой-то деятельности именно депутатов, ну, честно говоря, удивляет. И, пользуясь случаем, хотелось бы, наверное, к ним обратиться, что это тот ресурс, который не стоит недооценивать. Это зачастую бесплатная площадка для саморекламы? Да, и, на мой взгляд, на сегодняшний день, она, наверное, одна из самых эффективных. Но мы уже вначале говорили о том, что многие кандидаты проснулись в преддверии выборной гонки, и, наверное, отказ от агитации – это лучший исход событий, потому что выступать перед населением нужно осознанно, нужно о чем-то говорить. Конечно. И поэтому не каждому это дано. И вот сейчас они, я думаю, многие начинают осознавать уже в преддверии голосования, что, и вот как здесь говорили наши уважаемые гости, что они начинают понимать, туда ли они идут отдельные. Может быть, лучше это сделать действительно заранее? Для многих это просто технологии. То есть люди заранее знали, что они не пойдут дальше, им надо был какой-то определенный момент, они им воспользовались не самым лучшим образом, если там вот человек не указывает свои доходы, а прекрасно знают, что они у него есть. И это потом будет проверено, однозначно все это понимают. И юридическое образование имея. То есть это заведомо определенный ход. Значит, где-то чей-то заказ, где-то просто надо было зарисоваться, где-то надо было просто выполнить какие-то функции, и не более. Игорь Владимирович, хорошая площадка для общения, проект «Открытый диалог», проект «Союза молодежи». Расскажите о его концепции. В преддверии выборов у нас стартовал новый проект «Открытый диалог». И он не совсем новый, он стал продолжением нашего проекта, который был в преддверии президентских выборов «Убирай.бай». Многие, наверное, помнят. Мы здесь изменили немного формат, сделали больше такой дискуссионной площадкой, где молодой человек может не только задать вопрос и услышать ответ на интересующий вопрос, но и внести предложение. Например, вот буквально недавно в городе Гомеле проходил открытый диалог, в рамках которого тема была волонтерство, и собрались ведущие волонтеры города Гомеля, которые не понаслышке знают, что такое волонтерство, и это, наверное, самое главное. Собрался экспертный совет представителей местной исполнительной власти, которые в дальнейшем поддержат эти предложения. И там было выдано предложение о создании какого-то координационного совета волонтерского, который бы координировал эту деятельность, потому что есть у нас много различных волонтерских отрядов, которые действуют в разновекторном направлении, и иногда их деятельность пересекается, что, наверное, не есть всегда хорошо, потому что один детский дом может получить все, а второй, к сожалению, может быть где-то обделен вниманием. Подобные проекты были реализованы и посвящены теме выборов, не так ли? И прошли подобные мероприятия в Жлобинском районе, в городе Гомеля. Что было самым интересным? Ну, этот проект не закончится по истечению выборов, то есть не закончится после 11 сентября. Этот проект будет реализован до конца года, вполне в дальнейшем его продлим. И интересно здесь самое главное то, что молодежь инициативная. Мы туда ни в коем случае не загоняем молодежь. Мы приглашаем, вот если брать, например, областной этап, который прошел 7 сентября, мы туда пригласили молодежь со всей области. И каждый практически имел возможность высказаться, то есть задать вопрос, внести предложение. И это, наверное, самое интересное и самое главное. Это тоже помогает работать над развитием политической культуры у молодого поколения, не так ли? – Несомненно. Во-первых, там мы видим тех молодых людей, которые уже от рождения являются, так называемые, иностранным словом, спикеры, которые могут четко выразить свою позицию, четко выразить свое мнение. И в то же время те коллеги, товарищи, которые с ними приехали, они их слышат и учатся на их опыте. Эта площадка позволяет найти таких людей, которые в дальнейшем, может быть, уже на седьмой созыв будут баллотироваться. – Ну, если и на седьмой, то на десятой точно. – Да, то на десятой точно. В этом году я впервые иду на выборы, и для меня на самом деле это очень волнительно. Ведь непосредственно от меня, возможно, будет зависеть исход выборов моего района. Мне очень приятно то, что я уже в 18 лет могу активно участвовать в политической жизни общества. И хочется отдельно сказать большое спасибо Белорусскому Республиканскому Союзу Молодежи, который устраивает такие открытые диалоги. Посредством открытых диалогов мы можем как бы развиваться и понимать, что мы хотим в будущем видеть от депутатов. – Вы наверняка в почтовом ящике уже нашли листовку с фотографиями и биографией кандидатов. Изучали подробно? – Ну, на самом деле, я обратила большее внимание на цели, которые ставит перед собой депутат. Ведь, конечно, это непосредственно нас будет затрагивать, цели депутата. Спасибо. – Кстати говоря, о роли общественных объединений в выборных гонках. Ведь, что уж тут говорить, это действительно большие силы. Какой вклад они должны вносить в этот процесс? – Правом выдвижения кандидатов в депутаты общественные объединения не обладают. То есть, обладают политические партии, трудовые коллективы и граждане путем сбора подписей. Но вот при образовании комиссии, значит, практически участие общественных объединений достаточно велико. Я хотел бы сказать, что в составе комиссии сегодня более 50% членов комиссии областной, окружных, участковых – это представители различных общественных объединений. Наиболее сильно, так или крупно представлено – это Федерация профсоюзов Беларуси, Белорусский республиканский союз молодежи, Белорусский союз женщин, Белая Русь и другие общественные объединения, которые зарегистрированы в нашей области. Заместитель председателя Гомельской областной организации «Белая Русь» Наталья Людвигана Мамрукова. Мне бы хотелось рассказать про основную нашу акцию, которая проходит в Гомельской области в преддверии голосования. Мы проводим акцию «Выбор. Ответственность. Будущее» с целью привлечь как можно больше граждан к избирательной кампании. Само название этой акции говорит об этой акции. То есть гражданский долг каждого из нас – прийти на избирательный участок. Сделать выбор – это право каждого. Но к выбору нужно подойти ответственно. И от того, как мы подойдем ответственно к этому выбору, зависит наше будущее. Дополнительно у нас проходит акция. Это республиканская акция. Совместно с белорусским товариществом инвалидов по зрению членам этого общества переданы радиоприемники, чтобы они были в курсе тех политических событий, которые происходят в нашей стране. Ну и дополнительно еще хотелось бы сказать, что наши первичные организации, районные организации, обязательно впервые пришедшим на избирательный участок и впервые проголосовавшим тоже будут от нашей организации вручены сувениры и подарки. Так, Николай Николаевич, сегодня мы достаточно много говорим о выборной гонке 2016. И все же, что было сделано здесь, в нашем регионе, в Гомельской области, для бесперебойной работы всех без исключения избирательных участков? Ну, прежде всего, подготовлены избирательные участки были для голосования. Их более тысячи? Да, их у нас 1038. 40 находятся, значит, учреждения здравоохранения, домах отдыха, профилактория, их два в воинских частях. Значит, эти участки были обустроены, соответственно, продведена связь, значит, рассмотрены вопросы, значит, у нас обеспечение урнами для голосования. Хочу сказать, что если на выборах президента в прошлом году у нас было 10% прозрачных урн, то в настоящее время более 40% в таких районах, как Чечерске, Добружске, практически на всех участках для голосования прозрачные урны. То есть этот процесс тоже идет. Значит, была проведена большая работа органами МЧС для того, чтобы наши участки имели безопасную, значит... Безопасность прежде всего, и в этом направлении тоже отработали. Поэтому это тоже отработано. Мы этот вопрос рассмотрели на заседаниях властной комиссии. Соответственно, в текущем году, как и на прошлых выборах, были приняты меры для того, чтобы наши избиратели, которые имеют те или иные заболевания, это инвалиды-спинальники, это слабовидящие, сегодня имели возможность принять участие в голосовании. Значит, к этому делу будут привлечены волонтеры. Значит, для слабовидящих изготовлены трафареты, чтобы они могли самостоятельно проголосовать. Задача создать равные условия для каждого избирателя. Равные условия, да. И я хочу сказать, здесь неоценимую, значит, помощь участковым комиссиям и всем уровням комиссии оказывают именно общественные объединения. Прежде всего, Белорусский Республиканский Союз Молодежи, Белая Русь, которая, значит, формирует свои отряды волонтеров, которые будут помогать этой категории. И не только этой. У нас очень много пожилых людей, которым даже подняться на первый этаж, а если в школе, допустим, расположен даже на первом этаже избирательный участок, то тех 10 ступенек подчас пожилому человеку очень трудно преодолеть. Также придут голосовать женщины, значит, которые имеют детей, которые будут в колясках. И надо тоже поднять эту коляску туда вместе с этим избирательницей, значит. Другими словами, продумано все до мелочей. Продумано до мелочей. Я понимаю, что, значит, практически, думаю, что никаких проблем в этом не будет. Уважаемые гости, вот и подходит к концу время нашей программы. По традиции у каждого из вас есть буквально по одной минуте для того, чтобы подвести черту по сегодняшним разговорам. Игорь Владимирович, вам слово. Ну, я хотел бы, подводя черту, сказать, что, наверное, для того, чтобы привлечь людей на избирательные участки, в первую очередь надо, наверное, обращать на их политическую грамотность, в том числе и молодежи, то, за что мы отвечаем. Поэтому здесь упор наших общественных организаций должна не только, наверное, быть в помощи какой-то, да, волонтерских отрядов, а именно мы должны все вместе действовать в едином русле для того, чтобы наше население было как можно политически грамотным. Елена Геннадьевна, думаю, что подпишетесь под предыдущими словами, особенно про политическую грамотность. Безусловно. То, что касается роста уровня политической культуры, то, безусловно, здесь большая ответственность и большая задача – это работа общественных организаций. Не только у сферы образования, среднего, высшего, но и также общественной организации. Ну и я надеюсь, что 11 сентября, когда наши избиратели придут на выборы, они действительно осуществят свой сознательный выбор и сделают свой выбор честного, открытого, целеустремленного, работоспособного человека, который будет заботиться о благосостоянии нашего государства и о своих избирателях. Николай Николаевич. Я хотел бы подтвердить, значит, высказанные ранее, значит, слова. Ну и, несомненно, как председатель областной избирательной комиссии, сегодня обязан, значит, высказать такие слова, значит, с просьбой ко всем нашим избирателям Гомельской области прийти, значит, 11 числа на избирательные участки, отдать свои голоса за дальнейшее развитие и процветание нашей родной независимой Белоруссии. Александр Викторович. Я пожелаю всем избирателям, и в том числе и кандидатам в депутаты, общего понимания. Это не выборы региональные депутатов, это выборы в парламент Республики Беларусь. Это лицо страны, это не только ум, интеллект, это и представительские функции, встречает по одежке, провожает по уму. И человек, который придет депутатом от округа, должен думать, конечно же, о своем округе, но прежде всего о интересах всей страны в общем, что является самым тяжелым. И не всем это дано. Вот 11 сентября пусть выберут тех людей, которые смогут совместить все эти функции, этот интеллект, все то, что было сказано здесь в соцопросах, все вместе. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова